Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 2 августа вам расскажут мои коллеги и я, Инка Габешия. За полгода в Сочи по вине водителей частных автобусов и маршруток произошло 12 ДТП. Статистику обсудили на межведомственном совещании. В сочинской барокамере завершено лечение дайвера из Новороссийска. Пловец поступил с сонемевшими конечностями. Сегодня свой праздник отмечают обладатели тельняшек и голубых беретов. 2 августа день воздушно-десантных войск. Дальмен, убыхское подворье и водяная мельница. А история под открытым небом. В Сочи открылся этнографический сквер. Почти полтора миллиарда долларов иностранные бизнесмены вложили в развитие Кубани. И это количество инвестиций, привлеченных всего за один год. Совместные успехи и дальнейшее сотрудничество Вениамин Кондратьев обсудил с зарубежными предпринимателями. Встречу в таком формате краевая власть и бизнес провели впервые. Несмотря на санкции и запреты, в Краснодарском крае работают около 300 предприятий с иностранным капиталом. Своё дело в регионе открыли предприниматели более чем из 30 стран. В прошлом году объёмы прямых иностранных инвестиций в экономику нашего реки у нас оставили более 1,3 миллиарда долларов США. Это только за прошлый год. Поэтому для меня, конечно, это цифра, которая внушает оптимизм. Конечно, вы видите, что происходит. По отношению к России, стране Америки, какое-то сумасшествие усиливается. Поэтому важно сохранить сегодняшних партнёров. Конечно, если удастся расширить их, это хорошо. Но условия для тех, кто сегодня сидит в этом зале, которые сюда не пришли, должны быть максимально комфортными. Многие иностранные бизнесмены работают на Кубани уже почти четверть века. Например, давний партнёр региона – крупнейшая компания «Данон». В прошлом году она даже открыла в Краснодаре свой бизнес-сервис-центр. Там средоточены финансовая, техническая и кадровая службы. Всего же на таких предприятиях работают около 4,5 тысяч кубанцев. В их числе и сотрудники немецкого класса. С компанией был заключён первый в России специальный инвест-контракт. Он предусматривает налоговые льготы и целый комплекс мер господдержки. С регионом фирма сотрудничает уже не одно десятилетие. А его генеральный директор Ральф Бендиш уже практически без акцента называет Краснодарский край своим. К нам едут посоветоваться именно в нашу компанию в край и попросить и обсуждать вопросы и планы инвестирования в России. Не всегда это, конечно, заканчивается решением образовать, построить этот бизнес в нашем крае. Но им нужен наш рынок и так далее. Поэтому им просто нет возможности пойти в другой регион. Они придут к нам раньше или позже. Не знаю. Они придут к нам. К нам в регион. Ральф, ну мы тоже говорим «наш класс». Я на всех уровнях говорю «наш класс» с немецким брендом, но тем не менее. За первые пять месяцев этого года торговый оборот только между Россией и Германией увеличился на треть. И это несмотря на внешнеполитическую ситуацию. На больших этих совещаниях, когда выступают главы различных регионов и все говорят о инвестиционной привлекательности своего региона, они говорят о том, что я всем инвесторам дам свой мобильный телефон, но меня это, честно говоря, не сильно впечатляет. Я думаю, что вот такое действенное сопровождение гораздо более полезное. Важно сажать систему максимального комфорта для всех инвесторов, которая без всяких мобильных телефонов должна работать как часы, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, они решались. И для меня важно, как они будут решаться – в одиночку или при помощи и поддержке власти. У меня нет повода говорить плохо о чем-либо по поводу комфортности ведения нашего бизнеса. На заседании участники консультативного совета по иностранным инвестициям сегодня больше говорили о положительных результатах. Подобные встречи договорились проводить регулярно. И Вениамин Кондратьев призвал на них также открыто обсуждать проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться с зарубежным инвестором и совместно искать пути их решения. Собирают портфели и готовятся к переселению. Действующая школа в хуторе Ленина переедет в новое здание. Этого ждут более тысячи учеников. Новый проект позволит разгрузить переполненные классы. Пока же в старом здании 61-й школы ребята учатся в две смены. В недалеком будущем их ждет просторный спортзал, большая столовая, медкабинеты десятки учебных классов. Проверить ход строительства школы приехала комиссия, ее возглавила Анна Менькова. Но мы сюда заводим в одну смену детей? Конечно. В одну смену. Тысяча мест. Тысяча человек в одну смену. С 1 по 11 класс в одну смену. Что будет со старым зданием решат специалисты. Но в новую школу, уверена заместитель губернатора, в первую очередь должны зайти первоклассники. Со сроками строительства и стоимостью проекта у подачков были проблемы. Сегодня им поручили ускорить работы подделки. Не стоять на месте и стройка школы в Краснодаре на улице Героя Яцкова. В сентябре следующего года полторы тысячи учеников разойдутся по новым кабинетам. Здесь был тактовый зал на 580 посадочных мест и большой спортивный зал. Здесь типовой, вошедший в реестр. Вот это общешкольные помещения. Школу возводит застройщик за свой счет в одном из новых микрорайонов города. В рамках федеральной крывой программы муниципалитет выкупит готовые учебные заведения. На это выделят свыше 1 миллиарда рублей. Большую часть, это 750 миллионов, край получит из бюджета страны. Итоги объезда комиссия подвела на совещании. На очереди в этом году должна выйти школа Хутор Ленина. Правильно? До конца года, как я понимаю, вы этот объект сдаёте. С 1 сентября следующего года туда заходят дети. Что касается школы в Губернском микрорайоне, объект строит инвестор, объект хороший. Наша задача сегодня завести этот объект в федеральную программу следующего года. Заявку на участие в федеральной программе край подаст до 17 августа. Не будет сразу 7 социальных объектов региона, два из которых находятся в Краснодаре. Солнце, море, пляж и Wi-Fi. Бесплатный интернет на всех побережьях региона появится к 2019 году. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. К оборудованию новыми технологиями морских пляжей, а всего их около 500, власти Кубани приступят уже в этом году. Я неоднократно говорил и ещё раз повторюсь, чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, «Необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых. Проект беспроводного доступа в интернет мы запускаем летом, сезон отпусков, когда пляжи пользуются особой популярностью». Первыми воспользоваться услугой в этом курортном сезоне смогут отдыхающие на пляжах Эмеретинки, Джубги и посёлка Ольгинка. А потом уже беспроводные технологии будут доступны в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейске, Приморско-Ахтарске, Славянском и Темрюкском районах. В современные школы, ровные дороги и качественная инфраструктура в городе продолжается масштабная работа по улучшению качества жизни сочинцев. Глобальные перемены коснулись Хостинского района. К примеру, в Кудепсте заканчивается ремонт школы. Большое пополнение педагоги будут готовы встретить в одной из самых ярких школ-курорта. Эти светлые просторные кабинеты ещё пару лет назад были складскими помещениями. Пришлось освобождать. Количество первоклашек неизбежно растёт. Если в прошлом году на линейку пришли пять первых классов, то уже в этом ждут сразу шесть составов. Регулярные вложения со стороны городского и краевого бюджетов позволяют строить новые детские сады и школы Сочи. Помощь учебным учреждениям по просьбе главы города оказывают и шефы, и сочинские единороссы. Современный спортзал и столовая. Сейчас строители торопятся вовремя привести в порядок фасад здания. Со слов педагогов, всё это благодаря поддержке городских властей. В этом году, благодаря помощи городских властей, благодаря помощи нашим шефам, школа будет полностью подготовлена к началу учебного года. Кабинеты, рекреации, коридоры будут чистыми, светлыми, выкрашенными. Преображение коснулось и других сфер Хостинского района. На улице Глазунова, например, полным ходом идёт ремонт дорожного полотна. Появится ливневая канализация, которой здесь никогда не было. А главное, ухабистый путь превратится в удобную современную дорогу. Собственно, так же, как и на Новороссийском шоссе. Там, где более 30 лет не было никакого ремонта, сейчас идёт капитальная реконструкция дорожного полотна. Дорога была в плачевном состоянии, была превращена в свалку. Постоянно приходилось производить расчистку. И было принято решение, благодаря неимоверным усилиям нашего главы города, город вошёл в краевую программу. Перемены в Хостинском районе масштабные. Всё делают на совесть, а потому и цена работ внушительная. В 29 миллионов рублей, к примеру, обойдётся капитальный ремонт участка на Новороссийском шоссе. Деньги из краевого и городского бюджетов. Помогают и сочинские предприниматели. Фронт работы выбирали, исходя из пожеланий жителей. Самые неотложные, действительно важные сейчас в процессе реализации. Аварийность на дорогах с участием коммерческого пассажирского транспорта выросла. Об этом сообщили сотрудники ГИБДД на совещании с руководителями всех транспортных компаний города. А в чём причина частых ДТП и как снизить аварийность? Основные темы совещания. За шесть месяцев этого года на территории города по вине водителей частных автобусов и маршруток произошло 12 ДТП. В результате два человека погибло, 16 ранены. Статистику приводят участники совещания. Основными причинами автоварий с автобусами на территории города Сочи являются выезд на полосу встречного движения, три ДТП, пять человек пострадало, нарушение правил проезда пешеходного перехода, шесть дорожно-транспортных происшествий, два человека погибло, шесть ранены. Неправильный выбор дистанции, три ДТП, пять человек ранены. А вот ещё причины. Зачастую коммерческий пассажирский транспорт выходил на линию без технического осмотра. Иной раз выпускали и неисправный транспорт. Сами водители нарушали правила посадки и высадки пассажиров. С причинами частых аварий определились. Теперь самое важное – разобраться, что необходимо делать, чтобы снизить их количество. Как сообщили представители ГИБДД, работа по надзору с их стороны уже усилена. Возобновлена практика скрытого наблюдения за водителями автобусов, в том числе передвижение сотрудников непосредственно в салоне автобусов, ну и, естественно, бесформенного бандирования, что позволяет непосредственно, находясь в салоне, фиксировать те нарушения ПДД и то поведение, которое допускается водителями. Но и этого, конечно, недостаточно, отметили на встрече. Слишком уж много недоработок в организации движения пассажирского транспорта. К примеру, неправильная парковка маршруток и такси, стихийные массовые остановки в неположенных местах, превышение скоростного режима, заторы на остановочных пунктах. Все это порой создает хаос на дорогах. Взять Адлельский район, на примере, улица Ленина, улица Ромаши, кто живет, знает. С левого ряда, вот санаторий Южное Взморье, поворачивают, перестраиваются вправо, все, кому не попадаем, маршрутные перевозки, автобусы, большой вместимости, малый, ну там беда. Вот об этом мы и говорим, и хотим сказать, что необходимо наводить порядок. С тем, что действовать нужно сообща, руководители транспортных компаний согласились и, в свою очередь, внесли предложение. Например, организовать на местах стихийных парковок официальные остановочные пункты. А еще попросили решить вопрос с вахтовыми и экскурсионными автобусами. Те в час пик также забирают или высаживают пассажиров на обычных остановках, мешая общественному транспорту. Кроме этого, в ближайшее время решили провести еще одно совещание, но теперь и с водителями муниципальных автобусов. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. В Дагомысе фура въехала в магазин. ЧП произошло сегодня в первой половине дня. Большой груз спускался в Дагомыс из центра Сочи. По предварительным данным, водитель поздно заметил останавливающийся впереди транспорт, применил экстренное торможение и, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в магазин керамической плитки, снесла дерево и лестницу. Жертв нет. В Сочинской барокамере завершено лечение дайвера из Новороссийска. Пловец проходил рекомпрессию. Он поступил в барокомплекс МЧС 31 июля, как рассказал сам дайвер. После спуска в море он почувствовал не менее. Сначала пальцы на ноге, а затем и все стопы. Сразу же обратился в больницу. После обследований было решено отправить водолаза в барокамеру в Сочи. Дайвер был помещен в барокамеру уже через полчаса после прибытия в барокомплекс. У него онемели стопы и кисти. Процесс рекомпрессии занял чуть более 38 часов. В течение этого времени специалисты МЧС искусственно уменьшали давление внутри барокамеры до тех пор, пока не привели его к атмосферному. Самочувствие дайвера улучшилось, но врачи отмечают, для полного восстановления необходимо продолжать медикаментозное лечение, а также отказаться от погружений под воду на две недели. Сам Алексей – опытный дайвер-инструктор с профессиональным водолазным стажем около 20 лет. Максимальная глубина его погружений достигает 180 метров. Учитывая это, врачи допускают, что причинами ухудшения здоровья после водолазных спусков могли стать заболевания неврологического характера и порекомендовали пройти углубленное обследование. Сегодня свой праздник отмечают обладатели тельняшек и голубых беретов. 2 августа – день воздушно-десантных войск. Эта памятная дата появилась в календаре официальных праздников в 2006 году, хотя годом образования ВДВ принято считать 1930 год. Тогда впервые на парашютах во время учений под Воронежем было сброшено с бомбардировщика десантное подразделение из 12 человек. День ВДВ – пожалуй, самый громкий праздник в войсках вооруженных сил. Крики «Ура!» раздаются во всех городах России. Исключением не стал из Сочи. Они не виделись ровно год. Москвич Сергей Белошев и его однополчанин Владислав Ласов в последнее время отмечают День ВДВ в Сочи. Сегодня местом встречи стал сквер Цветного бульвара. Здесь в декабре 2012 года была установлена стела войнам, погибшим в локальных конфликтах. Поездка к другу на курорт – не только повод отметить праздник, но и отдохнуть с семьей. В Сочи отпуск, семью в море. Ну и сам город мне нравится. Как бы я третий год подряд вот сюда ездил каждый год. Именно на 2 августа. То есть у меня проходит здесь спокойненько, тихо, хорошо. Дружеские встречи, разговоры и пикники в семейном кругу – так предпочитают отмечать праздник десантники, за плечами которых ни одна война. В этот день они мирно ездят на машинах с флагами, отдают дань памяти погибшим сослуживцам и кричат «Ура» своим войскам. Купание в фонтанах в основном характерно для молодежи. Да и вообще в Сочи, если освежаются в городских источниках, то тихо. Поэтому на курорте фонтаны в этот день не отключают. Если эта традиция есть, то по-человечески ее всегда можно реализовать. Ну а действительно в городе Сочи живут очень достойные, порядочные, дисциплинированные десантники, которые защищались родину нашу, которые сегодня готовы всегда оказать посильную помощь городу, принимают участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Доказательство тому – участие в этот день в праздничных мероприятиях творческих коллективов, школьников и воспитанников патриотических клубов. День ВДВ сегодня отметили на нескольких площадках – в Комсомольском сквере и на площади искусств. А у Стеллы на Цветном бульваре 16 десантников получили ордена генерала армии Маргелова. Эта неправительственная награда является особой формой десантного отличия. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Людей с инвалидностью в трудовых коллективах в Сочи станет больше. Кватирование рабочих мест для данной категории увеличилось с 2 до 3% от общего числа сотрудников. О внесенных изменениях говорили сегодня на специальной встрече с работодателями курорта. В зале больше 250 работодателей. Именно для них сегодняшняя встреча. С 1 сентября внесенные изменения в Краевой закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов начнут работать. Это значит, что работодатель обязан будет предусмотреть дополнительные вакансии для людей с инвалидностью. На работодателе ложится ответственность по исполнению закона о квотировании. Значит, внесены изменения. Теперь у нас 3% трудоустройства от численности штата. 3% трудоустройства инвалидов. Работодатели с численностью от 35 человек и выше обязаны выполнить это постановление, выполнить закон о квотировании. Большее число рабочих мест должны обеспечить работодатели, в штатном расписании которых больше 100 сотрудников. Помимо инвалидов предусмотрена квота и для категорий, испытывающих трудности в поиске работы. Это многодетные родители, одинокие мамы, военнослужащие, молодежь от 18 до 23 лет и те, кто освободился из мест лишения свободы. Причем все сотрудники, подчеркивает заместитель главы города Ирина Романец, обязаны быть официально трудоустроены. К слову, борьба с неформальной занятостью сегодня на особом контроле городских властей. Сегодня, к сожалению, во всех практических сферах обязательно присутствует в той или иной мере неформальная занятость. А это очень серьезная экономическая проблема. Только на хозяйствующие субъекты по городу Сочи наложено штрафов более 18 миллионов. И мы видим рублей. И мы видим вот только по этому году в результате этой работы у нас уже около официально заключенных около 8,5 тысяч трудовых договоров. Легализация трудовых отношений – это социальные гарантии обеспечения условий труда и безопасности на производстве. А дополнительные места для сотрудников по квоте работодатели должны обеспечить до конца сентября. Выполнение этих требований проверит городской центр занятости. Рината Шипулина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Дымишь, получи букет из окурков. Профилактическая акция прошла в Сочи о том, что наш город свободный от курения, приходится напоминать и местным жителям, и отдыхающим. Они, кстати, обращают внимание на то, что на курорте курят меньше, чем в их городах. Но часто не знают, что Сочи еще в 2010 году принял хартию «Город без табака». Такие антитабачные шествия молодежь Сочи проводит уже 7 лет. Костюмированная колонна напоминает о вреде курения и о федеральном законе, который запрещает дымить в общественных местах. К сожалению, не все понимают, насколько их пагубная привычка неприятна окружающим. Сядешь посидеть на лавочке, а не кто-то сядет где-то рядом. Даже ветерок дует и несет дым. И неприятно просто. Поднимаемся и уходим. Когда курят рядом, тоже невозможно находиться. Охота бы быстрее уйти. Непонятно, почему они курят. Мы должны этим дышать. Тема табачной зависимости на контроле у городского управления по профилактической работе с населением. К этой работе привлекают общественные организации, сотрудников центра медпрофилактики, врачей. На базе центра организован кабинет отказа от курения, где бесплатно можно проконсультироваться и пройти лечение от табачной зависимости. Мы понимаем, что вот так в раз взять и отказаться от курения – это сложно. Но не курить в общественных местах, чего требует федеральный закон, это нормально. И мы на эту перспективу, на эту программу, мы и работаем с жителями нашего города, и многочисленными гостями. К слову, в этом году из 542 человек, обратившихся за помощью, 112 избавились от вредной привычки. Дальмен, редут, убыхское подворье, водяная мельница, традиционный кавказский уличный очаг. Вся история Сочи под открытым небом. В творческом пространстве форт открылся историко-этнографический сквер. Самые яркие факты из истории города-курорта теперь собраны в одном месте и в самом центре Сочи. Здесь, на Эллинском спуске, у крепостной стены форта Александрия, на территории, которая является культурным наследием, торжественно открыли историко-этнографический сквер «Форт». Все эти предметы из прошлого – каменные изваяния исторических персонажей, памятники архитектуры, строили, лепили и высекали не просто скульпторы, а краеведы. Возглавил работы известный сочинский археолог Андрей Кизилов. Автор признается, ради такого дела здесь он на себя примерил и роль дизайнера, и бригадира. С Дальменом у нас была серьезная эпопея, потому что дело дошло до смешного, когда нам позвонили из Краснодара, из отдела охраны памятников истории археологии. Туда стали поступать от граждан заботливые письма о том, что злоумышленники разобрали где-то в горах Дальмен и собрали его в центре Сочи. На меня спросили, вы не знаете кто, я сказал, ну знаю, это я. Ну, только мы нигде не разбирали его, мы его сделали просто как настоящий во многом. Но у нас частично из бетона, частично из натурального песчаника. Верхняя плита – это пятитонная плита из натурального песчаника. Услышать скрип колеса мельницы, прислониться к точной копии классического Дальмена для знатных вождей эпохи бронзы. Этим и ценен данный сквер, отмечают авторы. Он доступен. В музеях же такие редкие экспонаты под стеклом, чего стоят одни подлинные блоки-квадры, вытесанные тысячу лет назад. С их помощью в историко-этнографическом сквере Форд воссоздали фрагмент средневековой крепости. Нашли же древнейшие камни на обнаженной при оседании грунта стене на улице Москвина. Факт древности подтвердили в НИИ археологии. Пришло время напомнить сочинцам, какие древние существуют и существовали древние культуры на наших территориях, на наших предгорьях. И показать это все, потому что нет ничего лучше, чем визуализация впрямую. Новую достопримечательность Сочи открыл глава города. Символическое перерезание красной ленты, отметил Анатолий Пахомов. Это и старт открытию новых экскурсионных предложений на курорте. Здесь был мусор, и было полуразрушенное здание бывшей больницы. Сегодня это исторический арт-объект. На перспективу мы договорились, что это первый объект пешеходно-экскурсионного туризма, который в городе Сочи, здесь, в центральной части, уверенно, получит широкое распространение. Мы думаем, что здесь будет парковка для автобусов, а отсюда начнется пешеходная экскурсия по нашему Сочи. Будем стараться, чтобы уже к сезону 2018 года именно по городу пошли пешеходные прогулки. Авторов, а также владельцев арт-объекта, меценатов, которые внесли свой вклад в преображение этнографического сквера, глава Сочи наградил знаком признания и почет сочинцев. В Сочи стартует фестиваль «Сочи джаз». В его рамках на Южном Аллу состоятся бесплатные концерты. Бесплатные концерты пройдут на площади у Южного Мола 3 и 4 августа в 17 часов. Традиционно фестиваль откроется музыкальным шествием во главе с Игорем Бутманом, мэром Сочи Анатолием Пахомовым и сотнями музыкантов, а также жителей и гостей города. 3 августа в 16.30 все желающие смогут пройти вдоль морпорта, окунувшись в атмосферу нового Орлеана начала 20 века. Ведь именно с марширующих оркестров берет свое начало джаз. В прошлом году на площади Южного Мола дали бесплатные концерты, известные всему миру трубач Алекс Сипягин и саксофонист Уилл Уинсон. В этом году под открытым небом выступят сразу три биг-бенда. В Сочи открылась выставка картин необычного художника из Армении Геворга Мхитаряна. Он является членом Творческого союза художников России, участников многочисленных выставок, в том числе и за рубежом. Геворг Мхитарян рисует с детства. Его картины разноплановые, интересные и волнительные. Каждое полотно отправляет зрителя в загадочный параллельный мир. Работы, представленные в Сочи, это смесь реальностей и фантастики. Бог дал мне талант, и я решил использовать все возможности. Создаю своих персонажей, свои истории, причем в последнее время фантастические. Придумываю что-то свое, новое, и каждая моя работа как целый фантастический фильм. И в завершении информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валиденталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Спасибо за внимание.